Возрождение традиций Самой масштабной эстафетой запомнилась Пекинская Олимпиада. Факелы с пламенем, зарожденным в Олимпии, проделывали путь в 137 тысяч километров по территории 21 страны, включая Казахстан. Самой длинной дистанцией в истории универсиад отметились игры в Казахе. Факел универсиады 2013 совершил кругосветное путешествие протяженностью 104 тысячи километров. Эстафета огня 28-й зимней универсиады в Алматы также обещает стать одной из самых запоминающихся в истории студенческих игр. Основная концепция, которую мы закладываем, их, я думаю, можно обозначить две основных. Первое – это расширить географию проекта, сделать таким образом, чтобы универсиада 2017 года была праздником спорта не только для Алматы, но и для всего Казахстана. Эту концепцию мы реализуем, проведя собственные отборы факелоносцев во всех регионах и проведя церемонии зарождения огня в каждом областном центре. Эстафета универсиады действительно уникальна, потому что никогда прежде ни на Олимпийских, ни на Азиатских играх такую концепцию не реализовывали. То есть мы отошли от идеи зарождения огня в одном месте, а сделали 16 уникальных зарождений. То есть в каждом областном центре появится собственный маленький огонь, который после того, как завершится эстафета огня в областном центре, будет доставлен с помощью нашего партнера компании «Эрастаны» в город Алмату. И здесь уже 29 января во время церемонии открытия эти 16 огней будут объединены. Факел – один из основных атрибутов эстафеты огня. Он устроен так, чтобы пламя могло гореть интенсивно на открытом воздухе. Организаторы университета Адэ в Алматы остановили свой выбор на факелах австралийской компании FTC Flame. Этот ведущий производитель аспортивной атрибутики технически сопровождает Олимпийские игры с 2000 года. Факел 28-й зимней университеты весит килограмм 200 грамм. Он удобный, эргономичный. Это очень простое устройство, но в то же время эффективное, потому что наша задача именно была получить качественный продукт, который будет давать эффективное горение, то есть для того, чтобы на телевизионной картинке было всегда видно четко красивое яркое алое пламя. И в то же время достаточно успешная должна быть работа в разных климатических условиях, потому что, вы понимаете, в Алмате может быть и плюсовая температура, и в то же время это в Акмолинской области может быть и минус 40. Этот факел соответствует всем нашим требованиям. Здесь, по сути, внутри есть только горелка-распределитель и газовый баллон. Здесь мощность, на самом деле, нужно регулировать в зависимости от климатических условий, потому что если на улице очень холодно, то газ будет расходоваться сильнее, поэтому интенсивность огня нужно будет сделать чуть меньше. За счет того, что здесь есть сетка, которая будет постоянно нагреваться, и даже если будет идти очень сильный снег, он будет, во-первых, таять на подлете, а во-вторых, вода будет испаряться до того, как она попадет в горелки. Поэтому залить водой его практически невозможно. Походы эстафеты «Огонь», зарожденный в регионах страны, будет перевозиться в специальных колбах. Эти устройства позволяют безопасно доставлять его на дальние расстояния. Лампа Дэви – это шахтерский предмет, который еще сто лет назад использовался в шахтах. Его особенность в том, что это безопасный предмет, который может поддерживать живой огонь даже в условиях, где запрещено использовать пламя. То есть вы знаете, что в шахтах, где может быть газ или может быть угольная пыль, это опасно. Но, тем не менее, был такой инженер по фамилии Дэви, который изобрел это устройство. Здесь есть специальная сетка, которая не позволяет пламени распространяться, и тем самым было в свое время спасено очень много жизней. Поскольку нашим перевозчиком является Айрастана, мы уже провели переговоры. Мы будем проводить специальное обучение для бортпроводников, для пилотов и для людей, которые будут сопровождать огонь для того, чтобы все это было в первую очередь безопасно. И, естественно, второй момент – это длительное горение. То есть без дозаправки она может гореть по порядку суток. И именно в таких лампах на протяжении всех игр огонь будет гореть здесь, в Алма-Ате, для того, чтобы сохранить тот огонь, который был зарожден в регионах. В ходе универсиады огонь проделает путь длиной 22 500 километров. 200 километров этого маршрута будет пройдено факелоносцами. Каждый из них пробежит по 200 метров. Общая длина эстафеты в областных центрах состоит 10-12 километров. В Алматы факел понесут 100 человек по маршруту протяженностью 20 километров. Мы предполагали, что каждый регион разработает собственный маршрут, поскольку каждый специалист на местах лучше знает, с какой стороны лучше показать свой город, свой край. И во многих регионах, что отрадно, очень творчески подошли к этим вопросам, не ограничивались именно областным центром. Так, например, в Караганде эстафета будет разделена на два этапа. Первый пройдет в Тимиртау и уже непосредственно в Караганде будет проведен второй этап. Упор в первую очередь, поскольку студенческие игры сделаны на образовательных центрах, то есть эстафета обязательно пройдет через крупнейшие вузы в каждом регионе. И, конечно же, огонь посетит спортивные центры в том числе. В нашем городе огонь универсиады зародится на территории крупнейшего и одного из самых престижных вузов – Казну имени Альфа-Раби. Эстафета пройдет по центральным улицам мимо основных городских достопримечательностей Дворца Республики, Гостиницы Казахстан, Памятника Независимости, Театров, Музеев и Университетов. Огонь пронесут по живописному Мало-Алматинскому ущелью от всемирно известного катка Медел до горнолыжного корота Шамбулак. Продолжение следует... ...региональных менеджеров эстафеты из всех областей страны. Им предстоит организовать подобные церемонии в своих регионах. Отбор факелоносцев уже завершился. Он охватил почти всех студентов республики. Изначально критерии, опять же, они выстраивались, исходя из того, что мы проводим студенческие игры. То есть это молодежный фестиваль спорта. И вы знаете, что допуск на универсиаду – это возраст 17-28 лет. Именно такой же возрастной критерий для основного состава участников эстафеты мы обозначили. Участники должны являться студентами. И самое главное, они должны иметь определенный статус, определенную историю. То есть некий жизненный путь к успеху, о котором в процессе эстафеты они могут и рассказать аудитории. Студенты – это порядка 70-70% общего числа участников. Потому что, проводя эстафету, мы не можем не привлечь к проекту людей, которые, скажем так, в статусе селебрити находятся. То есть это знаменитости, люди, которые внесли вклад в развитие студенческого спорта в Казахстане. Люди, которые участвовали в универсиадах, имеют спортивные достижения. Поэтому в ближайшее время этот список мы опубликуем. Вы найдете в нем большое количество людей, которые действительно достойны участия в эстафете. Известно множество случаев, когда факелы затухали в ходе эстафеты огня. Так было во время сильного ливня на играх в Монреале. В Лондоне в 2012 году. Четыре раза в Москве. В ходе этапа эстафеты огня Олимпиады 2014. Во время одного из таких инцидентов пламя на факеле пришлось восстанавливать с помощью обычной зажигалки. На эстафете в преддверии игр в Пекине факелнотцы неоднократно подвергались нападениям. Чтобы избежать подобных эксцессов, организаторы Алматинской универсиады позаботились о мерах безопасности и запасных вариантов. Мы формируем автомобильную колонну, которая будет сопровождать факелоносцев. То есть у нас есть партнеры, это автосалоны «Вираж», которые по всему Казахстану помогут нам с формированием этой транспортной колонны. И в этой колонне, естественно, будут находиться факелоносцы, будут перемещаться волонтеры, сотрудники службы безопасности, представители оргкомитета. И в том числе группа сопровождения огня, которая будет в резервной колбе, всегда и везде рядом с факелоносцем будет находиться резервный огонь. Материнский огонь, первоначальный, который появился в регионе, чтобы он никогда не погас. Эстафета огня стартует 25 января в Назарбаев университете. Затем в течение трех дней церемонии зарождения пламени пройдут в областных центрах. Перед открытием игр все лампады с огнями пребудут в наш город. Итог нашей работы, он будет понятен и ощутим 29 января, то есть когда вечером все 16 огней соберутся здесь, в Алматы. И 16 факелоносцев, каждый из которых является представителем региона. Это отдельный конкурсный отбор. Каждая область выберет из числа своих 60 одного самого достойного представителя, который в итоге со своим огнем, со своим факелом прибежит на стадион, на Алматы-арену, где пройдет церемония открытия игр. И там в торжественной обстановке, в кульминационный момент 16 факелов будут объединены в один огонь. Именно так появится огонь универсиады 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова